Microsoft начала ограничивать доступ к своим продуктам российским компаниям. Речь о ее облачных сервисах Power BI, Visual и Project, которые используются для проектных работ, графики, отчетов. Подписки на них стали недоступны нескольким клиентам IT-компании Softline, пишет РБК. Эти блокировки связывают с 12-м пакетом санкций Евросоюза, который был принят в декабре прошлого года. В нем содержатся ограничения на поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики. Именно об этой причине предупреждала Microsoft российский бизнес еще два месяца назад. Ограничения должны были произойти уже с 20 марта, но их начали замечать только сейчас. Тем не менее, российские компании были готовы к таким блокировкам и уже используют отечественные аналоги, отмечает вице-президент группы компании Softline Андрей Благоразумов. Если вообще масштаб влияния этих ограничений на российской организации оценить, на мой взгляд, влияние небольшое. Это потому что, во-первых, уже большинство были готовы и так или иначе рассматривали российские аналоги. И слава богу, аналоги есть, они развиваются. С другой стороны, если говорить про сегменты, в той или иной степени это касается всех сегментов рынка. У кого так или иначе ведется проектная деятельность, есть какие-то данные, на основании которых есть аналитика. То есть, наверное, в первую очередь, retail коснется каких-то компаний, где так или иначе ярко выражена проектная деятельность. Мы, как пользователи, абсолютно готовы, да, то есть, допустим, у нас внутри проектная деятельность уже ведется на российских программах. Например, аналог Power BI, вот у нас даже в группе компаний есть продукт полиматика, система бизнес-аналитики. Если говорить про управление проектами, это, там, Адванта. Если говорить про российские аналоги, вы знаете, как бы функционал меньше, да, но при этом можно с ними жить и ими пользоваться. С точки зрения бизнеса, ну, то есть, текущая ситуация, она в целом для нас выглядит достаточно позитивно, причем там, в двух сторон. То есть, с одной стороны, эти ограничения, ну, они касаются, по нашему оценку, всего несколько процентов текущего бизнеса по Майкрософту, да, который, ну, падает в силу, там, таких более глобальных причин, но он есть. Поэтому получается, что, с одной стороны, ну, у нас бизнес компании Майкрософт в целом сохраняет 90 плюс процентов тот потенциал, опять же, который сейчас есть на падающем рынке. Но, с другой стороны, все-таки мы имеем определенный эффект и толчок по развитию продаж и внедрения российских технологий, да. Поэтому здесь мы, скорее, позитивно с двух сторон смотрим на то, что произошло. Андрей Благоразумов, Softline. В марте 2022 года после начала СВО Майкрософт объявила о приостановке продаж продуктов и услуг в России, а в августе прошлого года стало известно, что компания с 30 сентября из-за санкции перестанет продлевать подписки на популярные сервисы Outlook, Teams, Office, OnDrive и SharePoint российским юрлицам. Субтитры создавал DimaTorzok